Как видят дети работу полицейского? Каждой осенью школьники из общеобразовательных учреждений района участвуют в конкурсе работ на тему «На страже правопорядка». Организаторами конкурса выступают члены общественной организации ветеранов при управлении МВД России «Щелковская» совместно с преподавателями Щелковской художественной школы. Участие в конкурсе принимает учащиеся образовательных учреждений Щелковского муниципального района и общеобразовательных учреждений, и дополнительного образования. У нас в конкурсе три номинации, возрастные группы с 6 до 15, поэтому у нас охват как раз большой практически все школы и дополнительного образования учреждений всего района. Конкурсу уже 6 лет, и в этом году, как и прежде, подведение итогов конкурса совпадает с открытием выставки новых работ учащихся. На стенах зала в художественной школе рисунки, которые объединены тематически профессией сотрудника полиции. Дети рисуют на эту взрослую тему и одновременно приобщаются к осознанию важности профессии полицейского. Вероника, скажи мне, мы видим твою картину, которую ты нарисовала для этого конкурса. Вот почему ты взяла именно эту историю про регулировщика? Ну, потому что регулировщик, ну, тоже много терпения нужно для того, чтобы, ну, там, некоторые водители возмущаются, могут там, вот, и регулировщик тоже очень тяжелая, как бы, профессия, ну, должность. На выставку пришли многочисленные гости. Они все благодарят присутствующих здесь школьников, участников конкурса и их преподавателей за способность найти свое видение, очень важной для всех нас профессии людей, вставших на защиту законности. Вот в каждой работе я успел увидеть. Очень много представленных работ в ТПС, знаете, самая такая видимая, и для людей все знают формы, машины, красиво все. Филологическая служба. Это очень буквально составляющая работа, конечно, проходить на круг органов, помогать им в раскрытии преступления. Ну, и представлено много еще именно служб, системы органов внутренних дел, которые выполняют очень непростую и важную для людей работу. Мы правильно все делаем, мы правильно воспитываем своих детей, мы правильно говорим, и они видят то, что и свое мнение, свое позитивное настроение они передают в эти рисунки. Все победители конкурса были удостоены дипломов и памятных призов. Их работы украшают сейчас не только стены зала Щелковской художественной школы. Работы наших школьников становятся великолепными подарками полицейским. К примеру, 30 лучших рисунков будут отправлены в Чечню, где несут службу сотрудники ОМОНа. Андрей Цеханович, Александр Роджевский, телерадиокомпания «Щелково». Продолжение следует...